Дети и террористы – это все одно и то же. Как только вы становитесь четким, высокодуховным исполнителем неких религиозных заветов, вы сразу экономите нам мозги. И канабиоиды пошли буйной рекой. С чего начался феминизм? Лавочники не могли дотянуться до кошельков мужиков. Вы можете стоять около любимого холодильника и биться об него лбом и кричать с воплями «завтра будет еда, у меня холодильник не украдут, а сейчас его закрою на замок». Организм этого не понимает. Мозг – самая энергорасходная часть. То есть эволюция шла так – включить мозг, быстро решить проблему и тут же с бутербродом на бок. А если вы не человек, то вы корова. Ну что делать? Так бывает. Ровно 20 лет назад вышла книга американца Томаса Нейлора с ярким названием «Потребительство. Болезнь, угрожающая миру». С этого момента слово с табуированным корнем прочно вошло в нашу жизнь. Означает оно «болезненное, заразное, передающееся внутри общества состояние пресыщения, обремененности долгами, тревоги и опустошенности, которое является результатом упрямой погони за новыми и новыми приобретениями». Итак, сегодня у меня в гостях профессор, доктор биологических наук Сергей Савельев. С ним мы и попробуем разобраться, что такое культ потребительства. Ну, потребление, наверное, придется говорить дальше, да? И вообще, почему он появился и что с ним делать? Здравствуйте еще раз, Сергей Вячеславович. Здравствуйте. Это хороший культ. У нас вся жизнь – это потребление. То есть мы на самом деле представляем собой такую трубу, через которую протекает еда. Сюда затекает, оттуда вытекает. Ну, там в разных вариантах. Если бы мы были птицы, там попроще. Так вот, эта труба – это энергия. Мы из этой трубы, загружая туда всякую ерунду, еду, то, что мы называем, мы извлекаем из энергии. Причем у нас мы работаем по негативному принципу. То есть это что означает? У нас не вся еда используется, которую мы едим. То есть как по нам протекает через наш кишечник, выходит огромное количество пищи, но захватывается, так сказать, вводится в организм только то, что вот сейчас нужно. Поэтому в основном это лишнее. Поэтому процесс дофикации столь обилен и многократен. Так вот, это фундаментальный процесс потребления энергии, на самом деле. Он лежит в основе вообще жизни любых организмов. Вот этот поток энергии приводит к тому, что организм живет. Зачем он живет? Только для того, чтобы накопить достаточного количества энергии в виде липидов, жиров, углеводов. И сформировать на их основе семенники, яичники. И размножиться. И перенести свой геном в следующее поколение. Ну и оптимальный вариант покрыть микрометровым слоем своих потомков бедную землю. То есть чем все и занимаются, собственно говоря. В этом отношении еда, то есть потребление пищи является ключевым. Надо понять, что всю историю человечества и всю историю животного мира борьба за пищу была ключевой. И это краеугольный камень, что бы ни говорили. То есть у нас еда, размножение и доминантность. Доминантность – это что? Это производные от еды и размножения. Чем выше у человека статус, тем больше самок раньше он покроет, тем больше еды он отнимет. И поэтому единственным критерием вашей успешности в любой социальной системе является опять количество еды, самок и ваша социальный статус или доминантность. И вокруг этого все крутится. То есть, а поскольку всю историю человечества, начиная с появления древних приматов, основная задача была экономия энергии, потому что ее всегда не хватало, то есть еды всегда не хватало. Поэтому у нас мозг приобрел как раз такую странную функцию. Ну, во-первых, когда мозг стремится ничего не делать. Это понятно. Блаженная лень. Да многие блаженные, потому и блаженные, что бездельники. Блаженство – это что? Когда мозг, поэтому есть физические основания все, причем фундаментальные, связанные с конструкцией работы мозга. Блаженство, блаженство праздности, оно как раз построено, возникло в результате длительной нашей эволюции. Почему? Потому что наш мозг современного человека, особенно с небольшого роста и небольшой тушкой тела, я намекаю, значит, он требует огромное количество энергии. Почему? Потому что в состоянии покоя, я уже об этом многократно говорил, он потребляет 10%, ну, примерно 9-10% энергии всего организма. То есть это все, что вы съели, выпили, закусили, так сказать, насладились чем, это все идет на обеспечение спящего мозга. Этот важный момент спящего мозга. И при этом 25-27% всего кислорода, который вы вдохнули, идет на его корм, то есть на дыхание мозга. То есть представьте себе. А если, не дай бог, человек начинает задумываться о чем-то, что социально опасно и не приветствуется, или не благословляется, как хотите, значит, то уровень расходов доходит до 25%. Четверть всего съеденного, выпитого идет на поддержание работы мозга. Поэтому человек старается ни в коем случае не думать, потому что 60 миллионов лет только истории обезьян. Он говорит о том, что если ты будешь слишком сильно задумываться, то умрешь от голода, что совершенно верно. Потому что мозг – самая энергорасходная часть. То есть эволюция шла так – включить мозг, быстро решить проблему, и тут же с бутербродом на бок. Примерно так. Меньше знаешь, крепче спишь. Да, но если еда есть, а то спать не получится. То есть вопрос добывания еды является, чем меньше усилий, короче ты затрачиваешься на добывание еды, тем больше ты будешь вести праздную жизнь. А вот почему тогда люди, которые сейчас потребляют огромное количество пищи, сколько толстяков ходят по нашим и не нашим улицам? Почему они все не суперумные, если они столько... При чем-то суперумность? Ну, они закидывают, работать есть на чем. Угля полно, в топку заложено. Так а зачем же думать-то, когда угля полно? Как раз нет. Вот эти все толстые, почему они переедают непрерывно? Потому что все 60 миллионов лет истории приматов еды был недостаток. И если у вас с одной стороны, например, там последние три поколения, ну два поколения, потому что там карточки в Англии в 60-е годы отменили, кстати говоря. Если последних там два-три поколения у нас только избыток еды, да и то не у всех, простите меня, далеко не у всех, то что вы можете сравнить последние два-три поколения и 65 миллионов лет? У вас биологическая подпорка, что еды не будет завтра, так велика, что последние три поколения ничего не решат. Вы можете стоять около любимого холодильника и биться об него лбом, и кричать с воплями, завтра будет еда, у меня холодильник не украдут, а сейчас его закрою на замок. И он будет завтра утром. Организм этого не понимает. Он знает точно, что съедят. Не будет на утро. У вас за плечами 65 миллионов лет ужасного голода, и здесь последние. Мы запрограммированы на то, чтобы потреблять как можно больше еды? Ну, конечно, завтра же ее не будет. Это же ясно любой обезьяне. Поэтому она и наяривает. А как вы думаете? И выработался механизм, а это самое главное, ключевой момент в эволюции человека, выработался механизм снижения энергетических расходов мозга, который как раз ведет к толстению, к праздности, к лени, и даже к религиозному терроризму. В чем дело? А дело-то в том, что все очень просто. Так вот сейчас неожиданно было. А вы что думаете? Это все очень сцепленные вещи между собой. Причем прямая сцепка, сейчас все станет понятно. Дело в том, что когда человек думает интенсивно, он расходует, как я вам говорил, до 25% энергии всего организма. Но как только он перестает думать, снижает хотя бы на немного энергетические расходы, он тут же получает приятное удовольствие. А именно, у него начинаются, у взрослого человека вырабатываться канабиоиды, очень внутренние полезные вещества, эндогенные. Это называется удовольствие. А кроме этого, он начинает вырабатываться эндорфины, окситоцин, настроение повышается. Мозгов все меньше, настроение все лучше. Ну, понимаете. А в детстве, вы помните, в том числе и слушатели, помнят свое детство. Какое оно было безмятежным. Как они радовались маме, папе, как они радовались простым детским удовольствием. Потому что канабиоидам, которые вырабатывались в обмен на праздность, у детей еще вырабатываются и опиоиды. А представляете, такой дуплетик. Канабиоиды с опиоидами. Поэтому кажется, что вот в детстве было здорово, невероятно. Секундочку, а при чем здесь религиозный терроризм? Отличный вопрос. Объясняю. Что у нас дают религиозный догматизм? Любой природы. Я ни на кого не хочу показывать пальцы. Любой. Абсолютно. Вам дают инструкцию, которую надо соблюдать. Правильно? Соблюдение инструкции — это что? Это отсутствие напряженного мышления над тем, что сейчас делать. А это означает, что как только вы становитесь четким, высокодуховным исполнителем неких религиозных заветов, вы сразу экономите на мозге. И канабиоиды пошли буйной рекой. То есть в результате у человека, глубоко религиозного, который не думает, а выполняет точные инструкции, возникает глубочайшая наркотическая зависимость только от эндогенных наркотиков, а не внешних. Вот вся разница. В результате человек становится полностью зависимым и очень управляемым. И для того, чтобы не выходить из этого состояния, он готов умереть. И многие так и делают. С глубоким убеждением. То есть это глубокое убеждение в собственном счастье совершенно страшного наркомана, который уже подсел давно на это. И он не может из этой ситуации выйти, что позволяет ему управлять как угодно. Опасность выйти из этого состояния делает его человеком абсолютно зависимым. Отсюда корни вот такой религиозности. 21 век на дворе. Кажется уже, о какой религиозности можно говорить? А количество атеистов снижается с каждым годом. Конечно, потому что количество наркоманов возрастает, я имею в виду, эндогенных наркоманов. Потому что зачем вам что-то принимать, какие-то вредные вещества, когда ваш мозг уже об этом позаботился? Достаточно спать с бутербродом во рту и выполнять инструкции. А еще эти инструкции часто построены так, чтобы вызывать большие энергетические проблемы. Там голодание, всякие посты, там все. И потом, когда тебя отвязывают веревочку от одного места, ты испытываешь райское наслаждение. Это понятно. То есть тебя допускают до метаболитов, которые нужны для производства, в том числе эндогенных наркотиков. Плюс ты перестаешь думать абсолютно, и наступает такое самое искусственное счастье. Поэтому дети и террористы, это все одно и то же. А как это связано с нашей темой, с культом потребительства? Объясняю. Секундочку. Вот мы же, так сказать, изначально созданы для того, чтобы потреблять. Ну, сначала это была там просто пища, потом нам с пищей захотелось потреблять вкусные напитки, потом там еще что-то. То есть в нашей природе заложено это потребление. А сейчас вот все кричат культ потребительства, культ потребления. Это так ужасно и так плохо. Может, это, собственно говоря, не так плохо, раз это в нашей природе заложено? Конечно, это хорошо. А что бы делали лавочники, если бы это не началось в таких масштабах? Сейчас объясню. Дело в том, что признаками, признаками хорошей жизни всегда являются очень простые вещи. Еда, размножение, доминантость. И в этом отношении, когда ты имеешь что-то, что не имеет другой человек, ты ставишь во главу угла третий важнейший инстинкт. Представим себе, что вы наелись, да? И симпатичных ассистенток-режиссера у вас тьма. А длинноногих блондинок тоже проблем никаких. Ну вот, то есть много разных и очень добрых. Ну вот. Осталось что? Осталась последняя инстинктивная форма поведения. Называется доминантность. И вот здесь начинается. Доминантность, ее мало иметь внутри своей головы. Ее надо демонстрировать. Мы в социальной системе находимся. И поэтому потребление. И тебя убеждают, что вот в прошлом году вот у тебя были вот эти кроссовки. Очень дорогие, там, за 200 удобных единиц. А в этом году мода уже другая. Ты будешь секонд-хендом сам, если ты не заведешь новые. Например, на меня это не действует, но на 16-летнего школьника действует отлично. И он пытается решить проблему доминантности с помощью этих самых кроссовок. То есть, как только дело за контролем социальных процессов перешло к лавочникам, они тут же начали что делать? Создавать иерархию доминантности. Помните, как в фильме Кинзанза? Желтые штаны. Малиновые и желтые. Да, конечно. Самый главный глобальный вывод. Жить на планете без цветной дифференциации штанов невозможно. И вот это, собственно говоря, краеугольный камень. Это началось с лавочников. Основы феминизма в этом все. С чего начался феминизм? Лавочники не могли дотянуться до кошельков мужиков. Потому что они способные ребята. Они все-таки отдавали себе отчет, что деньги надо зарабатывать. В Америке, в первую очередь. И они плохо достаются. За них надо вкалывать. Тогда что сделали лавочники? Начали финансировать феминистическое движение. Цель уравнять женщин с мужчинами в правах. Что удалось. И тут же мужские кошельки перейдут к женщинам. И началось развитие булавочной промышленности США. То есть, иначе говоря, цель феминизма это заставить кошельки перетечь к женщинам. Поскольку у женщин там есть свои особенности. Они легче тратят. Для них очень важен репродуктивный успех. Поэтому они будут себя украшать там всем чем угодно. И деньги потекли рекой. То есть, даже здесь даже здесь доминантность построена на половом деморфизме самым суровом. Она является такой же движущей силой. И поэтому потребление такое бесконечное это хорошо срежиссированный процесс. Как только начнутся перебои с едой, вот это вот потребиловка останется в очень узком. Там 10-15 она не исчезнет. 10-15 процентов населения, которые живут за счет других. А все остальные займутся простыми вещами едой и одеждой. Но я вот могу понять насчет доминантности у мужчин. А как же женщины вся эта феминистская история, а они тоже доминируют? Ну, в основном феминистки, конечно, те, которых недолюбили, как вы понимаете. Ну, вот они пытаются таким образом как-то решить свои проблемы. Ну, и очень часто у этих женщин я сталкивалась с феминистками смещенная активность. То есть, они вместо того, чтобы заниматься своими прямыми удовольствиями, скажем так, мягко, ну, вот, они, так сказать, находят способ такого психиатрического удовлетворения вот в этой так называемой борьбе, которая никакой отношения к борьбе не имеет. Потому что, ну, что, женщины имеют отличный от мужчины мозг. Ну, что? Кстати, и генетика тоже. Здесь XX хромосома, а здесь XY. Ну, и чего? Вы же прекрасно понимаете, что при всем при этом женщина имеет право ходить на выборы, учиться так же, как, ну, ведь раньше же всего этого не было, работать так же, как мужчина. Она же имеет право получать такую же зарплату, как и мужики. Ну, если она работает так же, почему нет? Ну, вот, они борются с тем, что сейчас, к сожалению, до сих пор есть такие компании, где мужикам платят больше только потому, что у них плавые признаки имеют. Нет, это неправильно. Я против этого. Я считаю, что если женщина выполняет такую же работу, почему они должны платить меньше? С какой стати? Ну, вот, я о том и говорю. Просто я не очень понимаю, какая связь между культом потребления и феминистками. Почему лавочникам было выгодно поддерживать, как вы говорили, феминизм? Да потому что тогда женщины не работали и могли пользоваться только мужиками, то есть кошельками мужиков. И нужно было устроить феминизм с одной стороны. Для чего? Для того, чтобы добраться до мужских кошельков, а на втором этапе, когда он уже принял более-менее нормальную форму, так сказать, некоторого равенства, признаков равенства, можно было заставить их работать, и они, простите, столетия с лишним работали за зарплату ниже, чем мужскую. Это же сплошная выгода для лавочников. Положение меняется, дело с потреблением. Оно всегда было таким. И в Древнем Риме, и в Средние века, да, ничего не менялось. Всегда были доминантными самцами те, у кого куча денег, у кого шмотки покручили. За пять, за семь тысяч лет изменить радикально отношение к еде, доминантности и женщинам невозможно. Можно, это все время прорывается, там всякая уголовщина и прочее, но тем не менее, это все время было, есть и будет. Все зависит от общества, как оно к этому относится. Почему же тогда сейчас все так орут про этот культ потребления? Почему его сейчас делают такой безумной проблемой? Я вот этого никакого не понимаю. По очень простой причине. Уже все давно поняли, что скоро не будет хватать еды. Все поняли. И для того, чтобы весело и дружно, под флагами здорового образа жизни перейти к сокращению потребления еды, одежды, квартиры надо поскромнее иметь и прочего, и прочего. Значит, сейчас будет экономия ресурсов, потому что впереди, ну, посмотрите там на динамику мировой экономики. Это печальная вещь. Сейчас она будет фракционироваться, то есть сегментироваться, потому что просто ее поддерживать невозможно. А это значит, что резкое падение потребления и существует целенаправленная политика. Во многих странах уже давно приняты программы даже такие, и даже уже философы философски обосновали, что вредно много и хорошо есть, вредно часто менять одежду, давайте ее решаем, менять реже. Это для экологии? Ну, в том числе нет. Но экология, вы понимаете, это просто большой бизнес. Просто люди, которые стояли за этой девочкой, они из своих 40 триллионов долларов, которые у них примерно, некоторые мне располагают, хотят сделать 80. Ну, это нормально. Подождите, Сергей Ильич, мы с вами в гримерке еще говорили про то, что легкие курильщика и легкие некурильщика, живущего в обычном городе, одинаково, одинаково черные. Значит, экология все-таки это не бред, если бы человек, как тот сибиряк... Экология, это чистый бред. Если бы мы жили в лесу и не было бы никаких заводов, мы бы дышали хорошим воздухом, у нас не были бы чистые... Если бы сибиряк приехал с Кузбасса, у него легкие были бы такие, как у нас. Ну, и вред от завода под газом. Там живет меньше 1,1% населения, понимаете, вот в тех местах, о которых мы говорим, экологически чистый. Для нас это не критично. Продолжительная жизнь в городах примерно такая же. Вся эта экология, это вымысел полнейший, потому что два вулкана выплевывают столько за время своего работы, активности на этой планете, сколько наши все автомобили, вместе взятые за 10 лет. Сколько можно врать, на это поддаваться? Все это вранье от начала до конца. Хорошо, давайте все-таки вернемся к нашему потреблению. Я хочу поговорить о рекламе. Вот это потребление и реклама, это вместе два термина идут постоянно. С каждым годом ее все больше, она везде, я не знаю, только в туалете. По-моему, и в туалете ее тоже. Насколько она сильно влияет на наши... Она заставляет покупать все больше? Конечно. Я многократно вижу, специально иногда смотрю телевизор, особенно популярные программы, а потом иду в магазин и встаю в самый конец, в самой длинной очереди. Для того, чтобы понаблюдать, а что женщины, например, среднего возраста покупают и кладут в свою сумку, чтобы везти домой, кормить детей, мужей и прочее. Я отмечаю, что они берут ровно то, что им показывают по телевизору. И это правда, это действует. У человека есть такая особенность, у него непроизвольное запечатление. Есть произвольное, когда вы осмысленно что-то пытаетесь выучить, еще там задолбить. Никак не получается. А есть непроизвольное. И вот люди, у которых, скажем так, уровень обмена мозга не очень высок, то есть они как бы спят все время, их стараются не будить ни на работе, ни дома. Чтобы они не тратили лишнюю энергию. Но они сами не хотят. А зато происходит так называемое непроизвольное запечатление тех товаров, которые они смотрят. Они как рыбы смотрят в этот телевизор, но ничего не понимают, ничего не смотрят и говорят, нам неинтересно. Но это все равно запоминается. Они приходят, и выбор их все равно будет построен на этом бесконечно повторенном вот этом объекте, который я сам это вижу регулярно в магазинах. Там они покупают какие-то эти полусинтетические творожки абсолютно несъедобные, кормят своих детей. Особенно для женщин это очень опасно, потому что они пытаются всю жизнь жить благодаря интуитивным бытовым решениям. То есть они стараются решать все проблемы, в том числе и рабочие, на бытовом уровне, потому что энергетические затронты для мозга очень дороги. А они неосознанно экономят энергию, которая нужна им для репродуктивных дел. Поэтому они стараются снижать эти расходы и пользоваться готовыми алгоритмами. К сожалению, на них это действует очень сильно. И в одежде, и во всем остальном, и в выборе пищи, даже заведомо некачественные. А как же популярность ЗОЖ? Как же люди, которые сами готовят себе, выбирают там свежие овощи, фрукты, никакого фастфуда и все остальное? Слушайте, таких людей очень немного. К тому же их очень сильно подкосил ковид. Поскольку ковид у нас все-таки у очень многих людей проявлялся как аутоиммунное заболевание, когда собственный организм боролся с клетками, содержащими вирус, то есть таким образом саморазрушение происходило. От чего легкие там разрушались? Понятно. А как известно, чем сильнее иммунная система, тем быстрее торгается. Поэтому очень много ЗОЖников перешло от зеленых полей этих стадионов на зеленые газоны-кладыши. Поэтому здесь неизвестно, что лучше. К тому же людей, которые могут так тщательно выбирать, во-первых, они должны быть очень квалифицированными, иметь хотя бы одну и прямую извилину. Я знаю многих ЗОЖников, к сожалению, о них сказать не могу. Они же не понимают, что фирмы, производящие табачные изделия, спортивное оборудование и лекарства, в свое время поменялись акциями. В результате снижение производства табака увеличило доходы табачных фирм. Ну и так далее. То есть это очень далеко от понимания ЗОЖников, они не понимают, что происходит. То, что все равно они расплачиваются своим здоровьем. Это очень печально. Но потребление, область потребления возникла отличная. Здоровый образ жизни — это область потребления. Спортивные одежды, спортивных снарядов, спортивных поездок и прочего, и прочего. Это необходимые, рекомендованные наборы питания, которые они едят. Это тоже бизнес. Это все бизнес. Правильно я понимаю, что все вот это, вся эта культура потребления, этот культ пи***тства, о котором мы говорим, он выгоден в первую очередь капиталистом. То есть пусть у нас общество социалистическое, как оно было в Советском Союзе, культ духовности, очереди за книжками, на хорошие спектакли, все было бы иначе. Да, но для этого потребуется опять 70 лет, к тому же быстрее всего не получится. Почему? Потому что сейчас обмен электронной формы информации, которая создает самое главное, иллюзию доступности информации, которой нет, иллюзию доступности знаний, которых нет, а для обезьяны... Секундочку, ну как это нет? Ну в интернет, там же все есть, книжки, видео, все, что хочешь. Попробуйте действительно содержательную статью, научную, получить там бесплатно, а за 40 фунтов не хотеть. А то, что доступно и то, что, так сказать, легко достижимо, это, как правило, или скрытая реклама, или прямой обман, или попытка, значит, добиться неких политических или социальных целей. Все. То есть интернет, на самом деле, создает иллюзию доступности, при этом она очень хорошо отфильтрована, она очень хорошо подготовлена, она нацелена на то, чтобы поощрять те потребительские желания, которые могут вызываться косвенно. Ну, например, вы смотрите, вам на каком-нибудь ТикТоке какой-нибудь пионер снимает что-нибудь предпоследним или последним айфоном. Ну, например, он снимает свою любимую курицу, которая клюет кого-нибудь в причинное место. очень интересно. Миллионы просмотров. Он снимает это последним айфоном. Рекламы никакой. Да? Но последний айфон пойдут покупать. Всем покажут, что они снимут такую же курицу. То есть, вот такая система потребления, косвенная. То есть, все эти штуки, они тщательно и хорошо фильтруются. То есть, там на фоне огромного шума возникают маленькие такие штучки, которые позволяют акцентировать внимание на то, что выгодно продавцам. Уже нету прямой назойливой рекламы. Купите айфон, и все девушки будут ваши. Помните, как в начале нулевых молодой человек запихивал жевательную резинку и тут же прыгал в койку девушки. Мне очень понравилась эта реклама. Но мозгу все равно он телевизор смотрит или в реальности. Он не различает этого всего. Он коллекционирует образы и образы действия. Вот что он собирает. Поэтому вы, когда смотрите фантастический фильм, вы цепенеете, как зяблик. И смотрит какого-нибудь зелененького человечка с хвостом или синенького, там, не важно. Почему? Потому что мозг не понимает, где правда, где ложь. Ему все равно он просто видит, что никогда этого не видел. И он запечатлевает, запоминает. Потому что, а вдруг это действительно биологическая реальность, и мне пригодится. И поэтому вся эта фантастическая лабуда, она идет, особенно для детей, просто мутной волной, и они вот так в это во всю опять сказать, к реальности не имеют никакого отношения вообще. То есть мы живем на минном поле, получается, нам нужно все время контролировать ситуацию, а не впаривают ли мне очередной айфон или очередную там шоколадку ненавязчиво? Ну, конечно. Обычно так и впаривают. Просто на это человек разумный, просто не обращает внимания вообще. Ну, как же, мозг же, он же сам запечатлевает эти картины. Ну, вот для этого вы человек, а если вы не человек, то вы корова. Ну, что же делать? Так бывает. Но ведь те люди, которые все это производят, они же тоже подвержены этому самому капиталюги-то вот эти те самые муржуются ананасами и рябчиками. Они же то же самое, они же жертвы самих себя. Да, да. Даже более того, я знаю очень многих детей таких людей и наших, и на Западе, которые дети спали жертвами их же развлекух вот этих. Причем в самом тяжелой форме. Он очень замкнутый. Ну, конечно, обезьян, он есть обезьян. Если вы своего ребенка не научите объективно относиться к реальности, то быстрее всего он попадет под тот же каток, который вы выкатите. Мы сейчас с вами говорим об обществе потребления. Я вот вычитал такое, ну, в интернете, авторитетные источники, у меня понравилось. Общество впечатлений. Психологи пишут, что общество потребления уходит в прошлое, и именно впечатления заменяют то, что мы привыкли потреблять. Ну, это не лучший выход из ситуации. Новое впечатление от поездки в Париж лучше, чем новый айфон. Новое впечатление от, я не знаю, там, прыжка с парашютом лучше, чем новая машина. Ну, способ достижения персонифицированной, то есть личной доминантности, да, неплохой. У нас нету парашютного спорта, как в ДСА, до Второй мировой войны. Нет, нет. Тогда никого не удивишь. Все прыгали в парке культуры имени Горького с парашютом, с вышки. Все все понимали прекрасно. А сейчас это нет. Это, во-первых, это дорого. Это очень дорого. Это не всем доступно. И после этого вы мне будете говорить, что это не доминантность. До этого пендрешь чистой водой. Больше ничего. Но это такого очень много. Я знаю людей, которые выпендривают с тем, что учатся на вождении реактивных самолетов. Реактивный самолет. По-вашему, связан культ толерантности, который сейчас господствует на Западе, с культом потребления? Какая толерантность? Вы о чем? Ну... 40 лет американское кино дружило белых и черных. Не подружило. О какой толерантности вы говорите? Ну, послушайте, к сексуальным меньшинствам, например. Да, конечно, в словах все так, а в реальной жизни совершенно не так. Публичные заявления политиков и публичные преследования за дискриминацию сексуальных меньшинств это не означает, что все население радостно это воспринимает. Как было, где-то 65-70% населения после Второй мировой войны так и осталось сторонниками старых традиционных особенностей. А вот то, что это пропагандируется, это плохо, это дорого выйдет потом. Потому что, если не трогать общество никак, то есть вообще никак не реагировать, то это 1-1,5% населения. А если проводить такую пропаганду, это известная статистика, я ничего не придумываю, то это 10-12%, то есть 10 раз больше. Вот и все. В Америке декларируется равенство. Ну и чего? А на равенство есть, но и фильмы снимают уже теперь там без ЛГБТ-сообщество, но это вызовет только обратную реакцию, увидите. Осталось ждать очень недолго. Как только корм заканчивается, возникают всякие строгости. Вот это было всегда и всегда будет. Потому что должны быть виноваты. И поэтому обезьяны поступят, как всегда. Вот то, что при избытке пищи было допустимо, свободно и прочее, то при ее недостатке сразу же становятся вражескими происками или там неприемлемой ситуации. Ну так устроено. Каждый раз это колебалось всю историю человечества. Люди не сильно меняются. Наш мозг за последние, скажем, несколько тысяч лет не сильно изменился. Он все такой же, с теми же принципами. И стоит чуть-чуть качнуться социальной системой искусственного отбора в ту или другую сторону, все радостно изменится. Помните, на наших же глазах происходил переход от строительства коммунизма к строительству капитализма. Помните, как все быстро произошло? Все шли в одну сторону с флагами, потом хлоп, и все идут в другую сторону с прямо противоположными флагами. Обращаю ваше внимание, будет то же самое. Потому что большинству населения важны те принципы, о которых мы говорили. То самое потребление и экономия энергии на работе мозга, что и сплачивает человечество вокруг кормушки. Не хочу заканчивать на такой печальной ноте. Давайте на хорошей ноте. На хорошей ноте. То есть потреблять не так уж страшно. И все эти вопли по поводу культа потребления, это одни вопли. Ну, сейчас это просто голая политика, потому что пытаются сократить потребление, чтобы не содержать дорогих людей. Давайте так. А люди хотят жить, как раньше. То есть быть дорогими людьми и гражданами. И они отчаянно сопротивляются. Поэтому идет борьба против общества потребления за скромность в еде, в одежде, в жизни. А на самом деле люди хотят так же, как и раньше, значит, в общем, безобразничать, развратничать и объедаться. Спасибо вам большое, Сергей Вячеславович. Это было очень интересно и познавательно. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»